Представим такую ситуацию. Вы провели дома генеральную уборку и у вас набралась целая коробка макулатуры. Что мы с ней будем делать? Вариантов два. Либо попросту выбросим мусорку, либо найдем специализированный пункт приема. Вот только с последним на сегодняшний день придется заморочиться, ведь мало кто знает, где они находятся. Между тем, в городе пунктов вторичных отходов более 70-15 в районе. Проблема была лишь в отсутствии наглядного ресурса, в частности, в интернет-пространстве. Исполком города предложил эколого-биологическому центру исправить этот пробел. Воспитанник центра Денис Мухин под руководством педагога Фариды Набиулиной взялись за проект. Оранжевый – это же пет, синяя, то есть круглышок, например, разноцветный. В процессе разработки к проекту активно подключились экологические предприятия города, занимающиеся сбором и утилизацией бытовых отходов. Семья Дениса. Была проделана огромная работа. Парень выезжал на места, фотографировал, наносил объекты на карту. Примерно месяц было, потому что надо по-другому точку все перемешать, находить. Даже бывало, что я ездил куда-нибудь даже с родителями, находился, узнавал. Потом на карте вот эти точки я бы начал. Сейчас на карте мест сбора вторичных отходов отмечено более 50. Все видно. Здесь бумага, тут стекло, там пластик и батарейки. Готовность проекта – финишная прямая. Дальнейшие шаги – это сделать карту более точной, более понятной для жителей города. Подключить сюда и сельские поселения нашего района, чтобы все, кому небезразлична тема экологии, понимали, что те же самые батарейки, те же самые газеты, они могут не просто выкинуть в урну и добавить экологический ущерб, но с пользой, в том числе и в финансовом плане, для себя утилизировать этот отход. В ближайшее время карту доработают. Внесут туда пункты, расположенные в сельских поселениях. Окончательный вариант карты разместят на официальном сайте города. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Фахри Исламов. Новости НТР.